Привет! Всем привет! Мы сейчас вышли на улицу, вышли погулять по Риге. На самом деле это мы не так будем сегодня гулять, как мотаться, потому что нужно взять мобильные карточки, нужно найти где зал, записаться в него. В общем, дел очень много. Нам очень повезло, что сегодня у нас нет пары, потому что преподаватель заболел. Нам очень не повезло, что идет дождь. Да. Ну, по крайней мере, у нас есть время на адаптацию, чтобы посмотреть, что здесь поблизости. А живем мы и правда в самом-самом центре, вот вообще вот прям в эпицентре событий. Например, вчера ночью и сегодня утром Стас выходил и говорил, что очень много пьяных людей. Это значит, что это эпицентр событий. Та-дам! Знаете, что мы сделали? Мы все интернет сделали. Мы купили все карточки мобильной связи. Вот. И у нас безлимитный интернет. Это круто. Дима по телефону говорит. Я уже его использую. Да. Так вот, мы заплатили 12 евро. У нас 20 минут разговоров и безлимитный интернет. И связь просто отличная. Здесь все ловит и все очень-очень быстро. Ну, потому что в Латвии вообще хорошая связь. А еще у нас сегодня такая себе погода. Но все равно, знаете, очень прикольно гулять по Риге. Нам очень нравится город. Очень красиво. По крайней мере, в центре. Нам очень нравится. Что там надо говорить в сезоне? Музыка. 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 Музыка Кстати, здесь очень много людей говорит на русском языке Вернее, все говорят и понимают на русский Ну, единственное, может разговаривают немножко с акцентом И немножко слова там неправильно какие-то говорят Но, в общем, все понятно И могут поддержать беседу и все такое Ой, как дождливо в Риге, слушайте Мы уже подозреваем, что это причина не в Риге, а причина в нас Потому что мы вчера, подачера приехали в Варшаву, друзья И там тоже начался туман и дождь Вчера мы приехали в Ригу И сегодня мы оборуживаем снова туман и дождь Хотя до этого в Варшаве была хорошая погода И в Риге была до этого хорошая погода В общем, да, вот такие мы дождливые ребята А еще такая забавная ситуация получилась с нашими одногруппницами В общем, мы не знаем пока что, где находится университет Потому что очень много корпусов Вне зависимости от того, какая у нас пара Нужно ехать в определенный корпус Мы спросили у наших друзей, у девочек из Португалии В каком корпусе у нас пары завтра И они нам сказали, что улица И они нам сказали, что корпус находится на улице Ломонова Вот какие-то странные улицы Но начинаем купить, где эта улица находится Оказывается, это улица Ломоносова В общем, мы от души посмеялись По приходу домой наш дал вот такой вот сюрприз Здесь написано, что с 11 до 7 Сегодня не будет воды И вон там что-то делают Вон там стоит трактор Там что-то копают Да, вот так А здесь Катя стоит с вином Вот так Кстати, мы вот как только приехали Заехали в Латвию и приехали в Ригу Вот первая новость, которая нас шокировала Потому что мы этого никак не ожидали Это то, что здесь такой же часовой поезд, как и в Украине Здесь время такое же, как в Киеве Вот, ну что мы приехали и решили посмотреть сколько времени сейчас Сколько мы добирались в Варшаву, в Ригу И смотрим на телефоны, а там что-то не так Что-то неладное И потом мы сообразили И прочитали в интернете, что Часовой поезд такой же, как и в Украине Мы пришли домой И Катя сейчас делает что? Заставочку Заставочку Да Как вы уже видели, там появилась машина То есть раньше там была собака, а теперь там машина Мы погуляли по Риге Конечно, дождливой, особо гулять настроения нет, если честно Но, тем не менее, очень хорошее впечатление оставила Рига Особенно центр, там, где мы живем Это вообще, я считаю, самый главный плюс той квартиры, где мы сейчас А еще мы только что смотрели Называется «Дневник Хача» Это видеоблог Очень, кстати, смешной, нам понравился Хотя мы слышали и плохие отзывы И мне очень понравилась фраза Павла Воли, который был в одном из влогов этого блогера Вот, и он сказал, что блогеры на ютюбе – это будущее Они крутые, они создают что-то новое Это, типа, развитие, вот и так дальше Развивайте блоги, создавайте блоги, ведите блоги Но на всякий случай найдете себе работу В общем, да, ну это правда Это реалии жизни Спасибо вам за просмотр Мы рады, что вы с нами Всем до завтра Всем пока, смотрите нас